привет ребят вы на канале рыбакит я продолжаю никуда не ухожу что пишут чай конфетами я за чаем с конфетами хорошая идея конфетки тоже хотел какие-то конфетки выбрать это же порисовать обычно мы с вами вы выбираем для нашего шоу logo man если вы наберете в интернете мы там пишем 5 логотипов сначала еду потом игрушки потом игры какие-то еще там одежку и так далее в общем то тем кто интересно интересуется логотипами тому я предлагаю посетить наш сайт рыбакит life и там тоже посмотреть logo man сейчас я рисую логотип лего игрушки я написал лего и я хочу нарисовать такое издевательство не знаю над тем что сейчас в интернете происходит происходит тем что сейчас многие люди рисуют по клеточкам и я тоже сейчас рисую по клеточкам но без клеточки на что клеточки у меня нету я рисую как бы смотрите вот по клеточкам но без клеточек я как бы нарисую криво косо но я принципиально так хочу нарисовать лего ну потому что я нашел он кстати он логотип лего он не такой он не не клеточный но я рисую клеточный я надеюсь у меня получится кстати займет дольше времени легче просто нарисовать его, наверное. Но я уже начал, так что не буду останавливаться. Лего ГО. Лего это такой конструктор для детишек, все это знают. Для взрослых тоже он подойдет, потому что сейчас вот у меня ребята подрастают. Я им купил по два набора Лего, маленьких, маленьких наборчиков, но сам в них играю и он мне нравится. Сам продукт мне очень нравится. Логотип, я бы так сказал, что если вы посмотрите логотип обычный, который существует у Лего, ну вот практически он-то вон и есть, то мне кажется, что он не отвечает нужным потребностям, ну вот типа как Инстаграм, который вроде бы есть, вроде бы классный, но не знаю, удовольствие. Они там выдумали разные другие бренды поддерживают по-другому свои вот здесь, здесь, что-то я уже напутал. Ну ладно, не будем столь точно. Они придумали другие бренды, которые тоже используют там, не знаю, там Ситимэн, там что-то еще какие-то, или какие-то штуки. Они придумали то, что тоже помогает разные делать вещи. Так, так, так. Сюда, 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 сюда. Ну вот здесь Лего, вот так у меня, если получится криво, то не обижайтесь, потому что я не могу рисовать по клеточкам, но задать себе специально, чтобы рисовать по... Я даже думал, наверное, надо, если все рисуют, то я тоже должен рисовать по клеточкам. И прям идея была, вот я возьму и сейчас нарисую тоже. Потом я думаю, да, я нарисую по клеточкам. Я нарисую лучше всех по клеточкам. Потом подумал, что это не очень хорошо. И, в общем-то, развитие единственное, что мышечные какой-то ткани и мозжечок там развивается, может быть. Другие части вашего тела не развиваются, если вы рисуете по клеточкам. Никаким образом они даже, можно сказать, угасают, угасают медленно, но верно. И я бы так сказал бы, что я против таких рисований по клеточкам. Определенно плот против. И если вы рисуете, я прям буду ругаться, не рисуйте по клеточкам, рисуйте хоть по кружочкам, не знаю. Почему угодно можно рисовать, но только не по клеточкам. Лучше рисовать действительно по кружочкам. Лего. Вот получается криво. Мы, кстати, с Ваней, кажется, тоже рисовали что-то по клеточкам или с Вовой, что-то такое было. Ну, в общем, это отвратительное дело. Конечно, когда есть клеточки, может быть получше немножко или легче как бы с первого раза. Мол, я не ошибусь, а то у меня руки дрожат вот так вот, и я не могу так рисовать. Но заднем плане мой Павлик кричит. Ай! Не кричи, Павлик! Так, так, так. Так. Ну вот, лего получилось. Вот здесь у меня немного вот лэ. Сейчас я это все раскрашу и будет лего. Ну, не знаю, мне кажется, двух сайцев. Во-первых, если я даже если по клеточкам борисовал, ничего хорошего бы из этого не вышло. Сейчас я это все обведу и раскрашу. А потом расскажу, что сам логотип лего это, ну, конечно, он или устарел, или надувательство. И, собственно, он уже не отвечает, он не выражает ничего большего, чем, ну, чем он выражал там много лет назад. И, мало того, дети там, взрослые узнают его, действительно, да, они вроде как узнают, но они его уже не видят. Никакого символики в нем нет. Ничего дополнительного там. Он не придает ни бренду, ничего. Он просто дает identity, что действительно его узнают, красный и желтый, и все. А identity, когда узнаваемость такая, идентичность, как бы. Вот у меня лицо такое, а у вас такое-то, понимаете? Так что, я бы так сказал, что, мало того, и шрифт, который написан, логотип, тоже бы не очень-то оригинальный, что-то такое. В общем-то, нифига оригинального, сам просто качественный продукт, действительно, качественный, качественный сам конструктор, интересно играть, там, и так далее. Они там выдумывают что-то, но вот в этом они не хотят себе подействовать. Какие-то, как старички такие, мы не будем менять. Я бы поменял уже давно логотип, может быть, что-то еще изменил бы. Но они это не делают, может быть, в ближайшем будущем сделают. Послушают меня и сделают. Такое лего. Сейчас я сделаю его красным, как он должен быть красным и черным. В общем, вот это вариант хорошего логотипа, который нельзя сейчас сделать. Если вы скажете, я буду дизайнером логотипов и сделаю вот такой логотип. Вы не сделаете такой логотип, потому что это не логотип, а просто он долго-долго использовался в мире. Все люди его знают, и он сейчас есть. Его нельзя изобрести по второму разу. Нельзя другой шрифт придумать и так далее. Это уже будет не то. В общем-то, над этим не надо стараться. Вот лего так получился у меня. Я сейчас еще желтенького добавлю, потому что здесь у меня, когда я выбрал вариант, там он был с желтой обводкой. Вот так я сделаю. Это как бы логотип лего, собранный из лего. Вот так. 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 Ну и вообще ребятам понравится, может быть, когда рисует. Я из-за этого взял такую детскую игрушку, но все-таки более узнаваемый бренд, который люди захотят посмотреть и потом подумать, он хороший он или нет. Я так скажу, что он не ошибка хорошая. Он отвечает нужным требованиям, но недостаточно хорош. Не весел. Детям он приносит сам продукт удовольствия, логотип не приносит удовольствия. Хотя они там разные, там, ниндзяки придумывают и так далее. Это, конечно, прикольно. Вот туда надо идти. Так вот. Такое лего, как у вас видно? Хорошо? Надеюсь, у меня не зависит. Зависать 10% зависания у меня уже идет. Наверное, что-то надо или перезапустить трансляцию, или что-то еще сделать. Что-то вот прям зависание, зависание, зависание. Все отдельные ролики вы найдете в интернете через некоторое время. Я выложу завтра или сегодня, постараюсь. Лего, оценка. В общем-то, это плохой логотип, но хорошая компания, не буду обижать, и поставлю ему оценку. Оценка номер 7. Номер 7. Та-да-да-да! Наше негодование. Ну, типа, как аниме. Все похоже, но как-то непонятно, что. Я, может, не весел и рассказываю, но не рисуйте по клеточкам, собирайте лего, но не смотрите на его логотип. Или веселитесь, если вы хотите стать дизайнером, собирайте лего, но не смотрите на него, на него не смотрите, смотрите на другие продукты. Вот так. Ну, и, в общем-то, в конце я еще расскажу, как я делаю свои логотипы тоже. Один из примеров покажу, какие я логотипы делаю. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok